В отдельных районах Чукотки в эти дни выпал снег. Это уже второй такой случай за это необычное лето. Серьезное похолодание заставило ускорить коммунальные ремонты и подключить жилые дома к теплу в некоторых населенных пунктах. Холодное, дождливое и даже снежное. Именно таким запомнят лето 2021 года жители Чукотки. Уже месяц в округе температура воздуха держится на уровне 3-5 градусов тепла, да еще с порывистым ветром и дождем. А в некоторых районах Чукотки в июле вновь наступила зима. Это уже второй такой случай в этом году, когда в отдельных районах Чукотки в июле ложится снег. Сначала такая неожиданная зима пришла в Уильтинский район и вот теперь снег выпал в городском округе Певек и Билибинском районе. На пути к городу Атомщиков снегопад застал путешественников из-за надря. К таким изменениям погоды квадроциклисты были не готовы. Чукотка – это территория Крайнего Севера. И в некоторых, районах здесь отопление в домах вообще не отключается, разве что на короткое время ремонтов летом. Но в этом году температуры держатся настолько низкие, что коммунальщики вынуждены работать очень оперативно. В настоящее время мы в поселке Игвикинот, это микрорайон Озерный, отключались для ремонтных работ с 28 июня и отопление дали 11 июля. В самом поселке Игвикинот отопление мы отключили 19 июля. Планируем 1 августа вместе с горячей водой включить отопление в жилфонде. Раньше времени к теплу подключили и районный центр проведения. Еще неделю назад. Температура воздуха днем не поднимается там выше 7-8 градусов. А без отопления нет и горячей воды. Жители начали болеть, поэтому власти приняли решение начать отопительный сезон в июле. Сейчас проведение без отопления. Остаются всего два дома, где завершаются ремонты. В двух домах проводятся работы на сетях и подключение пока невозможно. И погода еще немножечко подкорректировала наши планы. Дело в том, что при каких дождях невозможно работать электросваркой. В ближайшее время, учитывая прогноз, учитывая текущую температуру, отключение горячего предоснабжения отопления в поселке не планируется. К сожалению, у нас отключено сейчас все отопление. Но это произошло буквально на этой неделе, в понедельник отключение. И все это связано с проведением работы в подготовке к зимнему периоду. Жители столицы Чукотки тоже жалуются на холод в домах. Сегодня ночью в анадоре столбик термометра и вовсе опустился до нуля градусов и прошел дождь со снегом. Отопления в квартирах здесь нет середины июня. На протяжении уже всей недели очень холодно. В квартире сыро, пахнет плесенью, хочется тепла и не ходить одетой как капуста по квартире. Если не включаем специальный обогреватель, то белье сухнет до 2-3 суток фактически. Власти анадоре рассматривают вопрос ускоренного подключения домов к теплу. В обычные годы это происходило к концу августа. Раньше отопление не дают запустить плановые ремонты, которые можно провести только летом. С понедельника и вовсе в анадоре планируется отключить горячую воду в 47 жилых домах до конца рабочей недели. Так что согреться жителям вряд ли удастся. Было дано задание городскому коммунальному хозяйству срочно проработать вопрос по нескольким направлениям. Первое это взять в метеослужбе справку о температурах за неделю для того, чтобы понять, какая температура среднесуточная отходит. Помимо этого, естественно, проработать вопрос по ускоренному завершению ремонта мероприятий, потому что на начало следующей недели там такое объемное мероприятие запланировано, без которого, ну скажем, мы нормально в отопительный сезон войти не сможем. Также проработать вопрос ускоренного включения отопления с анадорской отец, потому что это, естественно, совместное мероприятие. По словам синоптиков, округ будет находиться во власти холодных воздушных масс еще несколько дней. На Чукотку движется циклон, который принесет в регион тепло. С 4 августа оно придет в центральные и восточные районы округа. Чуть позже воздух начнет прогреваться и на арктическом побережье. Но, как говорят старожилы, если в июле лето на Чукотке еще не наступило, то в августе оно уже не наступит. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, Вести Чукотка.